Я всех приветствую и хотел бы прочитать отрывок из книги Неемии. Это будет 2 глава с 1 по 5 стих. В месяце Несани, 20 год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, доживет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоговение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его. Наверное, многие из нас читали книгу Неемии, и в принципе вы представляете, о каком временном промежутке здесь идет речь. Это время восстановления Иерусалима, после Вавилонского пленения. Там было несколько волн такого восстановления, несколько волн пришельцев, которые возвратились из Вавилона, Персии, из этих краев Тигра и Ефрата, в район Палестины, в район Самарии, в район Иерусалима. И Неемия был одним из таких предводителей очередной волны, которая возвращалась в Иерусалим для определенной задачи. Здесь уместно вспомнить также книгу Ездры, который был одним из первых, кто возвратился в Иерусалим для конкретного задания восстановления Иерусалимского храма. Мы как-то уже об этом разговаривали, беседовали на эту тему. Но Неемия, он был отправлен в Иерусалим чуть позже, как говорят исследователи, примерно через 13 лет после Ездры, для того, чтобы восстановить уже стены Иерусалима. То есть Ездра восстанавливал храм и богослужения, вот такую духовную часть, наверное, в большей степени. А Неемия больше архитектуру, муниципальные вот эти все строения. Ну и, конечно же, в первую очередь, стену и ворота, о которых он здесь говорит. Поэтому сегодня я хотел бы побеседовать немножко о сердце Неемии, о его желании, которое здесь просматривается. Да, царь задает ему вопрос, так чего же ты желаешь? Интересно, что Неемия не сразу ответил. Смотрите, царь задает вопрос, чего же ты желаешь? Неемия пишет, я помолился Богу Небесному. То есть он взвесил, перед тем, как сказать, заявить о своем желании, да, есть даже такая поговорка, бойся своих желаний или будь аккуратен со своими желаниями. И сказал, что пошли меня в Иудеи, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. То есть он, все тщательно взвесив, побыв с Господом, да, позволив Божьему Духу пропитать свое естество, наполнить свое сердце, высказал вот это желание. Мы недавно беседовали о важности переменной желаний, да, в том, чтобы Господь мог на них отвечать. И вот здесь как раз очень хороший такой пример, иллюстрация. Тема, на которой я хотел бы сегодня поговорить, печаль по восстановлению. Печаль по восстановлению. Да, здесь не имея печалится, и этой печали невозможно скрыть. Иногда так бывает, что в нашей повседневной жизни мы что-то делаем, да, ну, заняты своими трудовыми обязанностями. Большинство из нас мы работаем на каких-то светских работах, да, и поэтому в процессе дня обычного, да, рутинного, обыденного, мы заняты исполнением каких-то трудовых обязанностей. И когда к нам приходит плохая новость, когда мы получаем какое-то не очень отрадное известие, нам тяжело работает, да. Мы вроде выполняем свои обязанности на автомате, так же, как не имея здесь, да, зачерпнул вина, там, подал царю. А все-таки где-то сердце или мысли отвлечены, да, и поглощены вот этой новостью, поглощены вот этим известием, может быть, неприятным. Ну, ровно так, как здесь мы видим. То есть нам должно быть знакомо вот это чувство, вот это переживание или вот это состояние наемии, вот эта печаль, да, которая у него возникла, которая как фоном сопровождала всю его дальнейшую жизнь. Там несколько месяцев по описанию исследователей библейских длилась вот эта печаль, да, или вот это сетование, вот это состояние, когда он был в посте поочередно, да, попеременно. Если прочитать первую главу, я просто не буду занимать времени много, чтобы это все не описывать в деталях, но сами можете почитать первую главу и увидеть, что эта печаль длилась несколько месяцев. Ну, а здесь вторая глава начинается с того, что наемия упоминает о развязке вот этой печали, о том, чем же все закончилось, и это произошло в месяце Нисане. Давайте обратим внимание, вторая глава, первый стих нашего отрывка, в месяце Нисане, то есть не в абы какое время, а именно в месяце Нисане. И для многих из нас, наверное, очевидно, да, и мы с вами знаем прекрасно, что это как раз пасхальный месяц. Нисан или Авив, это первый месяц еврейского религиозного календаря. Да, есть светский календарь, который начинается там с Рош-Хашана в сентябре, а есть религиозный календарь, который начинается с март-апрель, да, то есть примерно в апреле. Начинается вот этот религиозный календарь, начинается с месяца Авив или Нисан. Это одно и то же, ну, по разным, так скажем, толкованиям, да, по разным интерпретациям. То есть Нисан и Авив, это один и тот же месяц, и вот в этот первый месяц религиозного календаря в 14 день была как раз-таки Пасха Господня. То есть фактически развязка наступила в пасхальные дни, да, возможно, не имея размышлял о Пасхе, размышлял об исходе, да, своего народа израильского, размышлял об исторической перспективе вообще жизни Израиля. И, конечно же, его сердце преисполнилось печали о том, что придя в состояние рассвета при Соломоне, да, все пришло в такое запустение. И вот эта печаль по восстановлению, это то, что его поглотило, и развязка этой печали наступила как раз-таки в месяце Нисане. Точно так же, как на Пасху, да, мы с вами сначала где-то печалимся, где-то переживаем, где-то вновь переживаем, я имею в виду, да, прокручиваем в своем сознании, пропускаем через себя вот эти пасхальные события, в которых Христу пришлось и пострадать, да, и войти в Иерусалим победно, да, как бы триумфально. И в то же самое время, невзирая на этот триумф, Господь знал, что в течение ближайших дней его придадут на распятие. То есть здесь радость с печалью смешанная. Помните, мы недавно говорили в одной из наших бесед, что христианин – это личность, в которой способна уживаться и печаль, и радость одновременно. Как глубокая печаль, так и невыразимая фонтанирующая, искрящаяся радость, да, то есть в этом нет ничего удивительного. И Пасха, да, пасхальные дни, пасхальное время, пасхальный месяц, вот этот Ниссан – это как раз-таки время, когда мы и печалимся, и радуемся, мы где-то вспоминаем и страдания нашего Господа, которые невозможно воспринимать с ухмылкой, да, с какой-то усмешкой, потому что это невыразимые, глубокие и интенсивные по своей боли страдания, которые никто никогда не переживал. И в то же самое время пасхальная радость воскресения, да, она нас сопровождает. Но сегодня поговорим о печали восстановления, потому что когда Неемия наверняка размышлял об этих пасхальных событиях, о событиях исхода, он думал о состоянии своего народа, он думал о состоянии, скажем так, Божьего строения, да, Божьего здания, Божьей архитектуры. Иерусалим – это, ну, прообраз, да, города, художник и строитель которого – Господь Бог, да, и если проводить этот прообраз между земным и небесным Иерусалимом, то, наверное, нам с вами тоже где-то присуща, ну, не то чтобы печаль, а желание, да, мы говорим сегодня о желаниях, желание восстановления вот того состояния первоапостольского, да, евангельского, новозаветнего состояния, которое мы видим на страницах деяний и посланий. Да, хочется вот той славной церкви, да, которую мы видим на страницах деяний и посланий, хочется, чтобы она возродилась, восстановилась. И логика исторического развития, она где-то подсказывает, что это должно произойти перед вторым пришествием Иисуса Христа. То есть это было бы логично, чтобы Господь вернулся за славной церковью, да, не за какой-то полуразрушенной церковью, у которой ворота сожжены, у которой там стены развалены, а за церковью, которая, ну, восстановлена, которая целостна, да, которая, ну, представляет из себя какую-то законченную, завершенную, совершенную картину, да. Он очистил себе невесту своей кровью, своими страданиями, желая, чтобы она была чиста, непорочна, чтобы она была совершенна. Ну, в определенном смысле понятно, что мы все на пути к этому совершенству, но Господь хочет, чтобы мы были в постоянном прогрессирующем, да, таком вот освящении, застигнуты, когда Он придет. То есть придя, Он хочет увидеть, что церковь находится в процессе прогрессирующего освящения. И вот такую церковь Он хочет для себя. И поэтому сегодня, рассматривая эти параллели, проводя их между Неимией и нами с вами, да, мы где-то тоже в эти пасхальные дни, в эти дни, когда мы и печалимся, и радуемся, в эти дни, когда мы, ну, как бы по-особому рассматриваем историческую перспективу развития Божьего народа, наверное, будет уместно нам тоже с вами, ну, где-то чуть-чуть попечалиться, да, о том, чтобы церковь, церковь, она приходила в то благословенное состояние, ради которого Господь так сильно страдал, и трудились апостолы, да, вот если посмотреть, к чему апеллирует Неимия, к гробам отцов его, да, то есть такое интересное упоминание о гробах. Это и к Пасхе, да, как бы подходит, потому что гроб это не конечная остановка, для нас с вами гроб, для христиан, это не конечный пункт нашего путешествия, это промежуточный пункт, да, может быть не самый приятный, но тем не менее, это какая-то транзитная остановка, которую мы с вами пересечем и поедем дальше. Так вот здесь Неимия, он апеллирует к этим гробам, да, для него, конечно же, это какая-то такая, ну, специфическая его человеческая привязанность, да, вот патриотизм, может быть, или что-то еще такое сентиментальное, но здесь не случайно говорится об этих гробах, потому что мы с вами, имея апостольское наследие, да, имея наших отцов-основателей в виду, да, мы их где-то держим в поле своего зрения, Павла, Петра, да, и остальных апостолов, Иакова там и прочих, мы их имеем в виду, мы на них равняемся, да, мы о них помним, и, ну, конечно, они сегодня в гробах, да, в определенном смысле, которые не являются, как мы уже сказали, конечной остановкой, но тем не менее, это некое равнение, некая отсылка к нашему происхождению, точно так же, как Неимия делает эту отсылку, он пристально смотрит на гробы, да, и говорит, мне хотелось бы, чтобы эти гробы были огорожены, да, чтобы это кладбище не превратилось в поле, да, которое поросло там каким-то бурьяном, и поэтому позволь мне обстроить эти стены. То есть, смотрите, здесь несколько таких смыслов, несколько таких параллелей или прообразов. Мы с вами тоже, рассматривая историческую перспективу, вспоминая о той славной церкви, которая была во времена, например, апостола Павла, отсылаясь, да, где-то внутренне к тому состоянию, к тому образцу, к тем критериям, да, которые тогда имела Первоапостольская Новозаветняя Церковь, мы тоже, наверное, хотим вот этого восстановления, да, печалимся по восстановлению и желаем того, чтобы произошло это восстановление. Да, это и логично, потому что скоро пришествие Иисуса Христа, Второе пришествие, да, и мы с вами где-то подразумеваем или догадываемся о том, что это восстановление должно происходить. Поэтому, несмотря на всю тяжесть времени, в которой мы живем, наверное, оно привилегированное с той точки зрения, что невзирая на окружающие катаклизмы, как человеческого, так и техногенного, да, и природного характера, мы все-таки где-то должны претендовать, да, свято претендовать. Я сейчас имею в виду не какую-то гордыню, да, какой-то высокомерие, а в таком смирении претендовать на то, чтобы Господь восстановил свою церковь в том первозданном, первоапостольском, новозаветнем виде, соответствующий тому образцу, который мы видим на страницах Деяний и Посланий. Это хорошее желание, я верю, это хорошая праведная печаль, печаль по Богу, да, есть печаль мирская, которая рождает смерть, мы с вами знаем, а есть печаль по Богу, которая приводит к покаянию. Потому что, когда мы видим, что не до конца соответствуем вот этому образцу, когда мы видим, что вот эти критерии, да, или эти пункты, тезисы, новозаветние, предложенные нам в Деяниях и Посланиях, где-то попираются и пренебрегаются, то, наверное, печаль, которая в результате этого появляется, ну, является хорошей печалью, святой, да, не слепым ропотом, недовольством, а именно такой печалью, которая приводит к покаянию, да, к сокрушению и к попытке молитвенно, по крайней мере, содействовать тому, чтобы происходило возвращение к этим библейским, новозаветним, апостольским критериям. Да поможет нам в этом Господь, да, читая книгу Наимии, видеть себя в нем, да. Мы тоже где-то печалимся, да, когда приходят плохие новости, мы можем понять его состояние, мы можем увидеть себя, да, в этих, ну, как бы сказать, его перепятиях житейских. Мы тоже, многие из нас, христиане, я имею в виду, сегодня вынуждены давать подать кесарю, да, отдавайте кесарю, кесарево, Божию Богу. Не все священники, не все такие, как Ездра, да, Ездра священник, да, он полностью посвящен, он там на полном времени, а некоторые христиане, да не некоторые, большинство, 95%, а может быть и больше христиан, не на содержании церкви, не на полном времени, они вынуждены черпать вино и давать этому артаксерксу, понимаете, ну, тоже прообраз своего рода, правда же? Они вынуждены где-то коротать свою жизнь, влочить свое существование, извините за эти сочные, яркие, такие, может быть, сравнения, возле кесаря, отдавая ему должное, да, отдавая кесарево кесарю. То есть, ну, все имеют различные призвания, каждый из нас, да, имеет свое призвание, свое дело, и не все являются священниками. Да, священство, оно имеет свою функцию. И Неемия, глядя на ездру, который ушел на 13 лет раньше, узнав о том, что храм восстановлен, он все-таки, ну, не удовлетворился и не успокоился на этом. Должно быть еще что-то, что подлежит восстановлению, помимо храмового служения, помимо священства, должно быть еще восстановлено и другое, да, направление, другие вещи. И, кстати говоря, когда Неемия вернулся в Иерусалим и присоединился к ездре, они с ним совместно начали, там, процесс освящения и процесс налаживания духовной жизни. То есть, у каждого свое призвание, но Неемия, мне кажется, наиболее близок к нам, мирянам, да, так называемым, нам, людям, которые, ну, вынуждены работать на мирских работах, чтобы обеспечивать свою семью и его состояние, его расположение сердца, его мысли, его желания, наверное, являются хорошим таким образцом и путеводителем к нашему с вами расположению сердца, к нашему с вами поведению, к нашим с вами мечтам и желаниям. Да поможет нам в этом Господь, да благословит Он нас печалиться по восстановлению и молиться об этом, конечно же, да, то есть, главная мысль – молиться об этом, молиться о своих желаниях, молиться о том, чтобы они были праведны, молиться о том, чтобы они были благочестивы и молиться о восстановлении, потому что мы живем в это привилегированное время восстановления перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. До новых встреч, до новых видео. С Богом! Продолжение следует...